След за задержанием украинского диверсанта в Крыму, который собирался поджечь свалку и спалить телеграфный столб, о задержании агента киевской хунты заявили в ДНР. Там рассказали, что задержали агента СБУ, который хотел взорвать телевизионную вышку. Задержание интересно само по себе. Момент операции активно снимается на камеру операторам, то есть не забыли оператора пригласить, прежде чем стали задерживать диверсанта. На этот раз у диверсанта не оказалось пилы, но зато он надел свитер и кожаную куртку, ну чтобы как можно меньше выделяться в толпе. Я так думаю, что август Донецка не отличается от всех остальных августов. Посмотрел специально в интернете, температура 30-33 градуса. Поэтому, собственно говоря, все при такой температуре, конечно же, ходят в свитерах, футболках и еще сверху одевают кожаные куртки. А еще странный диверсант забыл завязать шнурки на ботинках. Ну так обычно делают агенты СБУ. Обязательно берут с собой на задание украинский паспорт и пистолет. А шнурки забывают. Ходить без шнурков это такая давняя традиция агентов СБУ. В случае чего скинул ботиночки и побежал босиком. А если серьезно, я давно не видел такого топорного фейка. Мужика явно достали откуда-то из подвала при одели, чтобы снять в этом копеечном ролике. При этом гении пропаганды поленились ему даже шнурки одеть в ботинки, а оператор с лишней хромосомой на всю голову не догадался снимать так, чтобы ноги не попадали в кадр. Само видео снималось, по всей видимости, весной. Это понятно прежде всего по одежде мужика и потому, что вокруг. На заднем фоне, как вы видите, побеги не то тюльпанов, не то лилий, в общем весенние поросли. И в этом месте, и в этом. Везде голая земля. Скорее всего, это конец апреля. Ну уж явно не август месяц. Все это до такой степени грубо сделано, что лезет в глаза. Более тупой подделки трудно себе представить. ДНР целиком и полностью состоит из подобной лжи и фейков, которыми боевики каждый день промывают жителям Донецка мозги. Без вранья русский мир не работает. Именно поэтому они так боятся свободы слова. Именно поэтому на захваченных территориях действует жесткая цензура, а журналистов преследуют и сажают в подвалы. Проблема только в том, что вся ложь однажды вскроется. Рано или поздно люди все равно начинают понимать, что их обманывают и кормят говно. Что же потом будет с ними? Вот с теми, кто клепает эти новости. Продолжение следует... Продолжение следует...